Привет, друзья! Вы снова на Ньюс Эдер с Александром Кушнарем. 22-й день войны. Накануне из Соединенных Штатов поступила важнейшая для Украины новость. Белый дом, наконец, начал выполнять просьбу украинских властей о закрытии неба над страной и вместе с союзниками решил передать украинцам полноценную систему противовоздушной обороны, которые войдут в большой пакет с другими вооружениями от Пентагона. Об этом официально объявил в среду Джо Байден через несколько часов после того, как перед Конгрессом по видеосвязи выступил его коллега Владимир Зеленский из Киева, который в очередной раз попросил конгрессменов о помощи в борьбе с российской авиацией. В очередной пакет помощи от Пентагона стоимостью 800 миллионов долларов, который последовал на следующий день за пакетом в 200 миллионов долларов, войдут 800 зенитных систем «Стингер», 9 тысяч противотанковых комплексов, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, 20 миллионов боеприпасов, 25 тысяч бронежилетов и шлемов, а также, внимание, 100 боевых беспилотников. Выражая благодарность конгрессменам за выделение средств на эту поддержку, американский лидер сказал, цитирую, «Только на этой неделе Украина получит от Минобороны США беспрецедентный миллиард долларов военной помощи», указал Байден, дав понять, что за этим траншем последуют и другие. Обратим здесь внимание на два момента. Что было озвучено и чего озвучено не было. Самым интересным в передаваемом Украине Пакетти являются дроны-камикадзе под названием Switchblades, производство Air Environment из Вашингтона. Этими уникальными средствами сейчас обладают только две страны в мире, сами США, а также их ближайший союзник Великобритании. Речь идет о роботизированных умных бомбах, которые оснащены камерами, системами наведения и взрывчаткой. Они могут автоматически поражать цели, находящиеся за несколько десятков километров от оператора. Их главная особенность в том, что они могут кружить в определенном районе до тех пор, пока не наступит подходящее время для удара. Оружие существует в двух вариантах – Switchblade 300 и Switchblade 600. Второй вариант, более продвинутый, может летать над тем или иным районом в течение 40 минут и до 80 километров вдаль, поражая мишени с внушительной скоростью почти 200 км в час. С таким средством ВСУ, имеющие опыт применения турецких байрактаров, многократно усилят свои возможности, хотя бы потому, что смогут настигать противника почти за сотню километров от местонахождения оператора, который для управления беспилотником использует специальный планшет с сенсорным экраном и поддерживает с дроном устойчивую к глушению связь. Switchblade станут полезными для решения целого ряда задач. От точечного поражения оккупантов в густонаселенных районах до ликвидации дальнобойных систем, которые ведут огонь по украинским городам чуть ли не с российской территории. Такова главная изюминка в очередном подарке от Пентагона. Но есть и второй пункт, о котором президент США не стал высказываться прямо. И не только потому, что эта часть вооружения не относится, собственно, к американской помощи, но и в силу деликатности момента. Как сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на американские источники, речь идет о том, что США договорились со своими союзниками о том, чтобы они передали украинцам крупные советские системы ПВО, которые по определению намного более дальнобойны по сравнению с ПЗРК, вроде стингеров и стрелы. А стрелу, кстати говоря, союзники США тоже сейчас передают Украине. Так вот, речь идет о таком оборудовании, как ОСА и С-300. Эти средства не слишком помогают в борьбе против авиации Североатлантического альянса, зато эффективны в отношении устаревших систем России, а именно ее крылатых ракет и истребителей-бомбардировщиков любых типов, которые действуют сейчас в небе над Украиной и которые являются на самом деле единственным слабым местом ВСУ, несмотря даже на то, что украинские военные в значительной степени уже сократили возможности российских самолетов. Достаточно сказать, что Кремль лишился уже почти 90 самолетов и 110 вертолетов за эти три недели, половина из которых были сбиты различными системами от стингеров до тех же С-300. После того, как ВСУ развернут новые ОСы и С-300, которые уже продемонстрировали эффективность в последние три недели, процент долета российских ракет значительно снизится. А для российских самолетов это будет означать закрытие как минимум части того воздушного пространства над Украиной, где они относительно свободно работали до сегодняшнего дня. Хотя, конечно, как мы видим, российские летчики уже просто боятся вылетать. Так вот, учитывая, что каждая ракета и каждый самолет куда дороже и сложнее в производстве, чем используемая против них против ракеты, мы можем быть уверены в том, что очень скоро российский режим просто лишится возможности обстреливать мирные украинские города и убивать жителей так, как это было сделано, ну, например, вот вечером в среду или на протяжении последних 10 часов, когда российские самолеты продолжают сбрасывать на обычные жилые кварталы бомбы и ракеты. Словакия уже согласилась передать свои С-300 Украине, а американцы в ответ гарантировали словакам компенсацию в виде батарейки Патрион. Теперь остался технический вопрос, как и когда ВСУ получит эти системы. Переброска таких вооружений — сложный логистический вопрос в условиях боевых действий, однако нет сомнений в том, что он будет решен в тайне от врага, который и очнуться-то не успеет, как еще одна часть неба будет перекрыта. Однако это не все прекрасные новости об усилении украинского ПВО. В день, то есть вчера, когда Байден и неназванные американские чиновники объявили о передаче Украине систем ПВО, британский министр обороны официально подтвердил, что Лондон передаст украинцам суперсистему Старстрек, о которой мы подробно рассказывали в одном из наших прежних материалов. Это ПЗРК — самый скоростной ракета из всех возможных в этом сегменте, от которой практически невозможно убежать. До России все эти известия означают еще более стремительное сокращение ее авиационного боевого потенциала, а он, между прочим, продолжает таять на глазах. Согласно информации от спикера командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, только за вчерашние сутки ПВО Украины уничтожили не менее 10 воздушных целей российских оккупантов. Три российских истребителя Су-30СМ, два истребителя-бомбардировщика Су-34, один самолет неустановленного типа, три вертолета и один беспилотник оперативно-тактического уровня. По оценкам советника МВД Вадима Денисенко, за три недели войны украинские военные сбили уже примерно одну треть боевых самолетов России, которые, в принципе, есть у нее на вооружение. Скрывать эти потери российской власти не в состоянии. Вчера в Воронеже похоронили замкомандира авиаполка подполковника Олега Чернова, самолет которого после попадания украинской ракеты упал на российской территории. В последние дни все меньше берут пленных летчиков. По мнению Денисенко, это может означать, что перед вылетом пилотов их российские командиры просто лишают возможности катапультироваться, дабы спастись и, соответственно, дать важную информацию украинцам. Больших успехов ВСУ продолжают достигать и на земле. Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужин, на киевском направлении украинская артиллерия уничтожила командный пункт и пункт обеспечения 35-й армии Восточного военного округа России. Это подтверждается размещенными в сети видеокадрами с дрона, которые мы, к сожалению, не можем прямо сейчас здесь показать из-за ограничений, которые накладывает YouTube и которые вы можете посмотреть на Facebook-странице Генштаба ВСУ. Не менее эффективно поработали и украинские артиллеристы в Черниговской области. Там они уничтожили более 10 топливозаправщиков, а также склад с боеприпасами, нанеся удар по одному из звеньев цепочки снабжения оккупантов, которые и без этого-то испытывают серьезные проблемы с логистикой. Этот эпизод, опять же, подтвержден фотографиями до и после удара на Facebook-странице Украинского оперативного командования «Север». Судя по количеству взорванных машин с топливом, артиллеристы ВСУ работали действительно филигранно. В свою очередь, глава Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий рассказал о том, что ювелиры из ВСУ этой ночью выбили артиллерийские позиции врага на Сумщине. По его словам, противник получил подостоинство. Тем временем батальон «Азов» показал видео охоты за российскими интервентами в Мариуполе. Кадры, сделанные с беспилотниками, показали несколько ударов по одному из прорвавшихся в город танков. Спасся только один член экипажа. Захватили ВСУ и новые трофеи. По данным Украинского генштаба, во время столкновения оккупанты позорно скрылись от 128-й отдельной горно-пехотной закарпатской бригады, бросив оружие и технику. Украине достались БМП и буксируемая противотанковая пушка «Рапира», а также грузовик, полностью набитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия. По данным украинских военных, все это целое и пригодно для боевых задач. Всего за сутки Россия потеряла на земле около полутысячи военных, 14 танков, 60 бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 2 системы ракетно-залпового огня и 45 единиц автомобильной техники. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, у России уже просто нет сил не только для наступления на Киев, но даже и для окружения группировки ВСУ на Донбассе. Поэтому Москва сейчас пытается сосредоточиться хотя бы на тех направлениях, где, как кажется Путином, можно было бы достичь хоть каких-то успехов, а именно на Донбассе, в Мариуполе и в Николаеве. Как бы то ни был, чиновник уверен, что российской армии хватит ресурсов на активные боевые действия максимум на три недели, после чего российские войска, считает он, встанут в позиционную оборону и тем самым упростят для ВСУ задачи по уничтожению оккупантов. Цитирую Арестовичу. Держать позиции и коммуникации на земле, где тебя все ненавидят, нерешаемая задача. К концу весны начнется зеленка и партизанам станет удобнее подбираться к противнику. В каком-то плане российская армия уже заходит в воронку катастрофы, поэтому российское командование сейчас старается выжать из армии все, пока она окончательно не утратила возможность куда-либо наступать, пояснил Арестович. Важно и то, что к тому моменту, через полмесяца, из-за усиления ПВО Украины новыми средствами. Россия может окончательно лишиться своего воздушного преимущества, поэтому просто не сможет прикрывать своих военных с воздуха. Западные разведки продолжают скептически оценивать дальнейшую судьбу российской армии. В Минобороны Британии полагают, что российский режим потратил уже больше авиационного вооружения, чем планировал, поэтому начал прибегать к более старому и менее точному оружию, которое, соответственно, менее эффективно в военном плане и с большей вероятностью перейдет к жертвам среди гражданского населения. По данным британской разведки, российское вторжение в Украину, цитирую, «значительно застопорилось на всех фронтах». Российские войска достигли, опять же, цитата, «минимального прогресса на суше, море и воздухе за последние дни и продолжают нести большие потери», говорится в отчете. В свою очередь, чиновники Пентагона уверены, что большое и растущее число погибших россиян на войне в Украине может разрушить их волю к продолжению боевых действий. Даже по консервативным оценкам американцев, из строя уже выбыли почти 30 тысяч российских военных, 7 тысяч убитыми и свыше 20 тысяч ранеными. Хотя у Генштаба ВСО другие данные, то есть у россиян 14 тысяч погибших минимум. Так вот, результат вот этой бойни отражен в тех отчетах, которые ежедневно читают американские военные чиновники, в том числе в последнем докладе. И вот как раз в одном из таких докладов говорится, что деморализованные российские солдаты просто бросают свои машины прямо на украинской территории и убегают в лес. По оценкам Минобороны США, российские войска пребывают вообще в полном беспорядке. Вот почему уверенные американские военные аналитики Владимир Путин все чаще приказывают атаковать украинские города, жилые дома, больницы, школы. И вот как это произошло в Мариуполе в среду, здание театров. К счастью, бомбоубежище под вот этим мариупольским театром, в котором прятались сотни людей, выдержало. И множество людей, соответственно, были спасены. Однако сам факт вот этот укладывается в целый ряд аналогичных трагических инцидентов, среди которых самым ужасным был, как известно, удар по мариупольскому роддому. И тот факт, что российские власти официально признали эту атаку, станет, по данным украинских чиновников, одним из вот того множества доказательств военных преступлений России, которые будут представлены в Гагском трибунале. И вот, как следует из данных Пентагона, то, что делает Путин, это банальная месть, но также и террор, который признан заставить украинские власти остановить победную для Украины войну и пойти, соответственно, на капитуляцию перед Россией. Оценивая такие действия Кремля против мирного населения, Байден публично впервые назвал Путина военным преступником, отвечая накануне утвердительно на соответствующий вопрос журналистов. В Кремле уже поспешили обидеться. Дмитрий Песков назвал заявление Байдена, цитирую, непростительной риторикой. Вот только с Песковым и не соглашается даже зависимый от России Узбекистан, чей глава МИД Абдулаиз Камилов выступил за территориальную целостность Украины и против войны, развязанной России. Зато с Байденом согласны не просто все здравомыслящие люди на этой земле, а официальный планетарный орган, Международный суд ООН, который 16 марта подтребовал от России немедленно остановить войну в Украине, чем полностью удовлетворил запрос украинской стороны. Ну и понятно, что из этого следует. Следующий этап соответствующих разбирательств в Международном суде ООН будет касаться уже непосредственно разбора тех военных преступлений, которые совершает в Украине Россия. И вот в это же самое время накануне в Украину приехали главный прокурор ГАКского Международного уголовного суда Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда для того, чтобы начать сбор доказательств военных преступлений Российской Федерации. Цитирую Зеленского. «Окупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев», заявил он, проведя переговоры с Каримом Ханом. Отвечать Россия, однако, начала уже прямо сейчас. Прежде всего, резким сокращением экономики. В данный момент за один доллар в России дают уже 300 рублей. Однако проблема для россиян в том, что доллары на российском рынке уже просто перестали продавать. Их нет в обменниках. Об этом свидетельствуют данные мониторинга банкеру. Из России продолжают бежать крупные западные компании, чей список насчитывает уже почти 400 наименований. Вот Xerox ушел с российского рынка. Вместе с ним продажу своей продукции в Россию остановил Qualcomm, крупнейший американский производитель микрочипов. По всему миру идут аресты имущества российских олигархов, которые те не успели переоформить или вывезти. Вот и испанские власти задержали яхту главы Роснефти Игоря Сечина стоимостью около 600 миллионов долларов. Это произошло в тот момент, когда она пыталась отплыть из Тарагона еще 4 марта. Для поиска и замораживания российских арестов США даже создали специальную международную группу, куда вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии. Ну и, как видим, начинают арестовывать российские самолеты. Вот и в Канаде один из таких, а именно транспортный Руслан, был арестован. И вот теперь, как сообщают нам СМИ, этот самолет будет использоваться канадцами и американцами для доставки вооружений из Северной Америки в Украину. Спасибо, друзья, за то, что вы остаетесь с нами. Поддерживайте украинскую армию по ссылке на организацию «Повернись живым», которую я даю в описании к этому видео. Там же вы найдете и ссылки на ресурсы, через которые можете поддержать наш канал, а именно на Patreon, PayPal, банковский счет и другие ресурсы. Я благодарен всем тем, кто помогает нам, как бы вы это ни делали. Я обязательно поблагодарю каждого из вас адресно, потому что далеко не всегда я могу видеть, к сожалению, вашу почту, чтобы написать туда. Ну что ж, я желаю, скорее, победы украинскому народу в войне против этого бесчеловечного, самого страшного в истории нашей планеты. Зла против путинского режима. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok